До 5 миллионов тенге увеличили сумму денежных компенсаций для медработников, переехавших в отдаленные села Западно-Казахстанской области. В рамках социального проекта в Жанакалинскую районную больницу трудоустроились 5 врачей. Среди них и опытные эскулапы и молодые кадры. Жанебек Успанов, менеджер общественного здравоохранения, в Жанакалу переехала из Актюбинской области. Специалисту с 10-летним стажем сразу доверили руководство отделом статистики районной больницы. В качестве подъемных выделили почти 3 миллиона тенге и обеспечили служебным жильем. Моя работа связана с отчетами, со статистикой. Количество приемов, сколько больных лечили в стационаре, сколько лекарственных средств потратили. Все это подсчитывает наш отдел. Узнав об этой программе, я посоветовался со своей семьей и решили переехать. Зарплата хорошая и помощь существенная. По новой программе прибыли еще три врача общей практики и педиатр. Также из бюджета финансируется подготовка местных кадров. Условия договора должны 3 года поместить с локацией отработать. На данный момент по решению 90 кадров у нас в районной больнице работают врачи пенсионного возраста. Для решения данной проблемы мы своего врача, молодого специалиста, уроженца Жангалинского района, отправили на учебу в медицинский университет в Астану. Мы учебу, получается, за своего бюджета с района больницы сами оплачиваем. На сегодня в Западноказахстанской области 250 вакансий в медицинской сфере. Не хватает врачей общей практики, акушеров-гинекологов, анестезиологов, реаниматологов, хирургов и кардиологов. Чем отдаленнее населенный пункт, тем меньше желающих там работать. Поэтому размер социального пакета увеличили пропорционально расстоянию населенного пункта от областного центра. На максимальный размер подъемных до 5 миллионов тенге могут рассчитывать те, кто готов работать в приграничных районах – Жанебекском и Букиардинском. Местные власти возлагают большие надежды на программу материального стимулирования медработников. Азиза Закумбаева, Ирки Булан Смадьяров, Западноказахстанская область, Хабар-24.